Poco F1 это идеальный смартфон для тех, кто хочет сэкономить, но при этом получить мощность флагманского смартфона. У него симпатичный внешний вид, который на фоне стеклянных трубок 2018 года выделяется, отличная производительность и автономность, а также камеры с потенциалом. Но есть в нем одна деталь, что не всех устраивает. Это оболочка MIUI. Кому-то она внешне не нравится, кому-то по стабильности, ну а лично мне она просто наскучила, так как разные Xiaomi я держу в руках буквально каждый месяц. Благо компания сразу протоптала дорожку в мир большой лояльности фанатов, официально отдав Poco на растерзание кастомным ромоделам. Таким образом сейчас есть как официальные, так и локализованные и неофициальные прошивки под MIUI, а также куча кастомов, начиная от небезызвестной Lineage OS, это бывшая Cinegen Mod, где за основу берется чистый Android без каких-либо изменений. Но лично для меня из всего этого списка выделяется именно команда разработчиков Pixel Experience. Именно эта прошивка устанавливается на смартфоны Google Pixel, и это именно тот Android, каким его видит сама Google. Красивый, шустрый, плавный, функциональный и без лишнего мусора. Ее-то я и решил накатить. Всем привет, с вами iDroid User, и в этом видео я не буду вам рассказывать, как установить кастомную прошивку на смартфон Xiaomi. В интернете есть множество подробнейших инструкций, у меня на канале есть подробное видеоинструкция по прошивке Xiaomi Redmi Note 5, точнее просто Redmi 5. Здесь сценарий точно такой же, за исключением того, что все необходимые файлы вы скачиваете именно для Pocophone F1. В описании под этим видео я оставлю все необходимые ссылки на инструкцию по разблокировке загрузчика, по установке кастомного рекавери, установке кастомной прошивки и также ссылки на скачивание всех необходимых файлов. Все будет в описании. Проходите, читайте внимательно и не задавайте тех вопросов, ответы на которые уже есть по тем ссылкам. А там все есть ответы. Масло-масляное. В результате у вас должно получиться примерно что-то вот такое. Об этом и поговорим. Что такое Pixel Experience для Poco? Это кастомная прошивка, которая за основу берет образ прошивки Google Pixel 2 и с некоторыми изменениями для стабильной работы переносится на F1. Pixel Experience это не какой-нибудь полуподвал. Нет, тут в принципе все официально и даже работают внутренние обновления по воздуху. И на данный момент это Android версии 9 с лаунчером Pixel и самыми последними патчами безопасности от 5 ноября. Стоит понимать, что прошивка очень стабильная и подходит для ежедневного использования. Ошибок очень мало и работает все за исключением разблокировки по лицу. При этом ни одного вылета приложения я не встретил. Однако помните, что это все-таки кастом, а это значит, что недочеты могут быть. Бывает проскакивают редкие тормоза анимации и Google Camera иногда подтупливает при серийной съемке, но после последнего обновления стало гораздо лучше. Еще стандартные живые обои жрут львиную долю ОЗУ и производительности и когда им этого не хватает, происходят жуткие тормоза системы. Выход, смена обоев или перезагрузка. В остальном все ок. Мне показалось, что Poco стал работать чуть быстрее, чем это было раньше. И чтобы не быть голословным, вот вам прямое сравнение работы с приложениями. Слева Pixel Experience, справа MIUI. Субтитры сделал DimaTorzok Разница хоть и не колоссальная, но в повседневном использовании Poco реально работает лучше. Google Camera. Вместо стандартной камеры в прошивке Pixel используется фирменная Google Camera. Имеется стандартный режим, ночной режим, тот самый Nightside, который особо не сильно здесь улучшает качество фото. И портрет. Могу с уверенностью сказать, что общее качество сильно подросло. Детализация улучшилась, снимки делаются моментально, поэтому смазать их сложно. Цветопередача естественная. Единственное, экспозиция не всегда правильная, что хорошо заметно на этой фотографии с небом. При фотосъемке сразу применяется HDR+. Ночью детализация сохраняется, количество шумов адекватное и картинку не портят. В общем, одни плюсы, но баги тоже есть. Например, цифровая стабилизация имеется, но по факту ее работу я не увидел. Еще во время видеозаписи немного шелит фокус. А так в самом приложении много настроек, вы можете покопаться, они довольно полезные. И напоследок, мое личное впечатление. Честно говоря, я в восторге. Возвращаться обратно на MIUI у меня нет ни малейшего желания. Красивая прошивка, без лишнего мусора, плавная анимация, стабильная работа и функционал, которого мне не хватало в напичканных всем и вся оболочках. Например, я всегда отключаю в смартфоне автоповорот экрана. Ну, мешает мне эта функция. Тем не менее, когда я захожу в сообщение или в Google Chrome и переворачиваю смартфон горизонтально, автоматически появляется кнопка смены ориентации именно в этом приложении. Ну супер, додумались же! Или зацените те самые живые обои, которые при получении сообщения на заблокированном экране отображаются как некий аналог Always On. Выглядит интересно и симпатично. И еще также не забудем следующие плюсы. Производительность сохранилась, общая стабильность улучшилась. Прошивка потребляет меньше ресурсов смартфона и автономность. Больше 8 часов работы дисплея при активном использовании в течение 24 часов, то есть суток. Это отличный показатель. В общем, лично я советую, если вам наскучило MIUI, прошивайте на Pixel Experience. Да, это довольно долгий процесс, но не бойтесь ничего. Пользоваться можно каждый день, багов немного, глюков каких-то уж точно не больше, чем самой MIUI. Ну а с вами был iDroid User. Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте ему лайк, поддержите меня и подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые интересные обзоры. Также не забывайте про мой второй канал, там уже вышла распаковка, просто true распаковка Lenovo Z5 Pro. Это смартфон пушка, смартфон бомба. Скоро выйдет первый обзор на этом канале, буквально еще день-два, подождите. Также не забывайте про мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Проходите там общение, новости, можете задать мне личный вопрос, если вас что-то интересует. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok